Сегодня небо удивительной красоты. Вот такое синее-голубое полотно. Глядеть и любоваться. Уже в который раз поднимаю свои глаза к небу. Без единого облака. Я давно не видела такое небо. Когда смотрю видео, где море сливается с небом, вот такая бесконечность воды и неба. А сейчас любуюсь своим небом над своим домом. Бесконечность голубая. Красота. Я не знаю, слышен ли вам колокольный звон. Я счастлива от того, что по утра, каждое утро я могу слышать эту прекрасную музыку. Для меня звон колоколов и шум дождя. Это самая-самая-самая прекрасная музыка, которая может быть. Полюбуйтесь и вы со мной. Вот этой сетевой, вот этой красотой. Шум дождя. Я требую тебя за關係. Я желаю здесь раз hey-пубcka. Спасибо. 으면 же ты. 神 건�är, если вы прохал Они, беспокойся приciui. Спасибо. Мне очень хочется, чтобы вы слышали звон колоколов, но не знаю, возможно ли это. Желаю вам, друзья мои, всем здоровья, Божьей благодати, да хранит вас всех, Господь. Дело к вечеру, немножко погуляем, вот такой обзор. Хочу показать вам, как выглядят поля, луга после многодневной жары, как будто бы глубокая осень, но это не так. У нас очень-очень жарко и растениям просто трудно бороться с этой жарой. Как давно не показывала я вам нашу красавицу грушу. Посмотрите, сколько плодов висят на каждой веточке, как виноградины. Несмотря на то, что дерево уже очень старое, из года в год оно радует нас вот таким богатым урожаем. Конечно, бывают и исключения, бывает год неурожайный. Вот столько груш. Крона у дерева широкая, роскошная и в жаркие, знойные летние дни, вот как в этом году под кроной груши, можно уютно посидеть. Я вам показываю лишь одну часть дерева. Нахожусь на балконе и вот эту часть и показываю. А вот представьте, как крона раскинулась. Плоды еще пока детки. Лишь к середине, к концу октября они достигнут своей зрелости. И вкусовые качества, конечно, будут совсем другие. Сорт поздний, на вкус терпкий, но очень сочный и сохраняются хорошо. Практически до декабря мы можем есть наши из сада груши. Конечно, если правильно их хранить. Вот такое роскошное дерево. Я нахожусь на балконе. Руку протяни и вот они, груши. Мы очень любим наше дерево. И каждую осень прислоняюсь к ее стволу. И благодарю ее за урожай. И просто за то, что оно есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!